Что создает компания Boston Dynamics? Смотрите в следующем сюжете. Boston Dynamics — это компания, которая, вопреки всем соображениям, практичности, создает роботов, максимально похожих на человека и животных. Недавно они научили своего робота танцевать. У этой компании амбициозные планы и научные исследования идут параллельно с коммерческой деятельностью, о чем говорит зажигательный видеоролик, который пару недель назад, под самый Новый год, буквально взорвал весь интернет. На данный момент у него больше 25 миллионов просмотров, и популярность не спадает. Изящные движения, высокие прыжки, синхронные действия — все это идеально демонстрирует возможности современной робототехники. Но как же в Boston Dynamics добились такого успеха? Важную роль сыграли полномерная политика развития наукоемких проектов, государственная поддержка и терпение компании. С момента зарождения компании до момента, когда она начала приносить коммерческий доход, не учитывая государственные контракты и гранты, прошло почти 30 лет. А со временем Boston Dynamics стал интересным и перспективным активом для таких компаний-гигантов, как SoftBank, Google и Hyundai. До этого момента роботы и инженеры Boston Dynamics никогда не занимались ничем подобным. Имеющийся набор движений включает много элементов ходьбы и бега, а некоторые упражнения из гимнастики и даже паркура. Но заставить механизмы танцевать еще никто не пробовал. Изначально танец создавался при помощи программы компьютерного моделирования, в которой проводили адаптацию человеческих танцевальных движений под физические возможности роботов. После того, как выбиралось то или иное движение, симуляцию показывали инженерам. Мы, робототехники, часто говорим, что робот не сделает человека безработным, а заставит его заниматься более высококвалифицированным трудом, требующим соответствующих знаний и экспертизы. То есть общество будущего – это техногенный симбиоз человека и робота, при котором человек выполняет функцию мозгового центра, а робот – все остальные функции. Возможно, использование машинного обучения приведет к очередному техническому прорыву, а может, изобретут более прогрессивные усовершенствованные разработки технологии, например, более компактные источники питания. Амир Ахтямов, Универньюз.